Добрый день! Хотите ли вы, чтобы ваш ребенок имел высокий социальный интеллект? Хотите ли вы, чтобы он легко находил друзей, даже если вы часто переезжаете? Хотите ли вы, чтобы он становился лидером в тех компаниях, в которых оказывается, и с возрастом легко находил или даже менял работу? Тогда досмотрите это видео до конца. Я, Алексей Ярцев, расскажу вам, что нужно делать. Поехали! Во-первых, я 6 лет работал репетитором. То есть индивидуально, один на один, общался и обучал математике, алгебре и геометрии, детей, которые собираются поступать в лучшие вузы. Как вы понимаете, это было уже давно, и многие из них уже даже окончили высшее учебное заведение. Да, боже мой, у некоторых из них уже, наверное, есть дети. Помимо этого, я работал в таком нашумевшем интеллектуальном детском проекте, как «Умная Москва». Вот вы можете посмотреть отзывы о нашей работе. Ты принес, принес, начинайте, новые идеи, новые продукты, которые казался, вот, уже таким вот сформированным, неизыкным. И это очень хорошо. Да, ездил по филиалам, Рига, Минск, Москва, Санкт-Петербург, проводил лекции. Это дало мне большой опыт в понимании того, что родители хотят развивать в своем ребенке. И я с ними, конечно же, согласен. Наступающее будущее, будущее, в котором будут жить и работать наши следующие поколения, наши дети, связано непосредственно с информатикой, с программированием, с кибернетикой. Вместе с тем, послушайте, что говорит ведущий экономист Европейского банка развития. Какие навыки, Сергей, вы считаете перспективными в ближайшем будущем? Какие скиллы вы рекомендуете прокачивать, исходя из понимания изменений в мире? Каким навыкам нужно учить детей? Есть долгосрочный тренд роботизации, который никуда не денется. Соответственно, вам нужны навыки, которые нельзя заменить роботами. Вам нужны навыки, которые дополняют робота. Что это за навыки? Это навыки креативности, это навыки критического мышления, навыки работы в команде. Это все те вещи, которые не так легко формализовать и преподавать формальным образом. Тем не менее, это очень полезные вещи. И каждый раз, когда я провожу лекцию на взрослых людей, они подходят и спрашивают, а как развивать своих детей? Какие навыки им прививать? Какие именно то, что называется soft skills, прививать нашим детям для того, чтобы они смогли социализоваться в новом информационном обществе? Как вы понимаете, действительно, все будут делать за нас роботы, а мы будем являться такими клеммами, как я рассказываю на тренингах для agile компаний крупных. Сотрудники компаний — это клеммы, через которые общаются компании. И вот эти клеммы должны быть максимально зачищены, они должны максимально эффективно общаться. Так что же делать для того, чтобы закладывать эти soft skills, навыки, навыки правильного бизнес-общения уже на этапе, когда ребенок только еще ходит в школу? Именно soft skills, именно эмоциональный интеллект, именно развитие эмоционального интеллекта ребенка, его социального интеллекта, его социального капитала — это очень важная задача для каждого родителя, у которого ребенок занимается программированием, математикой, кибернетикой, информатикой. Почему? На сегодняшний день самые крупные мировые компании — это именно информационные компании, такие как Amazon, Google и Apple. Компании, которые продают интеллектуальный продукт. Это люди, которые научились сопоставлять информацию таким образом, чтобы приносить максимальную пользу обществу. Настолько большую, что мы платим им каждый день деньги. Именно этим людям, детям, которые увлечены компьютером, детям, которые целыми днями проводят за компьютером в программировании, которые разбираются, что они делают, и именно этим детям, детям, которые будут будущей элитой программирования нашего общества, необходимо развивать социальный, эмоциональный интеллект уже сегодня. Послушайте, что говорят русскоязычные специалисты, которые уже сегодня составляют элиту Силиконовой долины. Здесь в школе с третьего, с пятого класса преподают сторителлинг. На самом деле это еще одно большое отличие, которое нашим ребятам очень не хватает. В принципе, чтобы быть успешными в таких глобальных местах, это умение эффективно коммуницировать. То есть люди не пытаются обтекать углы, не пытаются формулировать аккуратненько вещи, они такие и очень часто их просто не слышат детей здесь почему я долго рылся почему же так потому что на самом деле нас этому не учат наш принципе в школе не учат там не знаю презентовать себя доносить идею эффективно ты очень хорошо умеешь разбираться там во дворе с хулиганами да там ты знаешь как отвечать на вопрос там типа ты кто а вот как там типа пичнуть какой-нибудь идея стартапа тебя не учат резюмируя можно сказать что перемене не только придумать идею не только создать какой-то информационный продукт ну и донести эту ценность до других является ключевым навыкам современности в том числе социологами психологами уже доказано что дети обладающие более высоким национальным интеллектом быстрее захват заводят себе друзей в новых компаниях а современный мир постоянно связан с переездами родителей от одной школы в другой в том числе неизбежный переход из школы в вуз или хождение в различные кружки будь то спортивные или физмат кружки это постоянно новые люди умение коммуницировать с этими людьми и умение развить свои навыки необходимо вашему ребенку уже статистически доказано что дети которые больше умеют общаться с учителями то есть с людьми другого поколения становятся лидерами в своих классах получать более высокие оценки и продвижения в том числе по своей карьерной школьной лестнице значит поступают более престижные вузы так что же я предлагаю я алексей ярцев и те кто смотрит этот канал давно знает что я уже 10 лет занимаюсь стендапом что я сделал больше 11 стендап программ то есть не просто выступление не просто концерт а стендап шоу с полностью написанных от начала до конца часовых многие из вас знают что с 2013 года у меня работает академия комедии академия в которой я обучаю стендап комиков взрослых людей выходить на сцену в первый раз или даже делать сольники для опытных стендап комиков их на сегодняшний день уже пятеро человек которых из состояния я умею шутить у меня хорошо получается я довел до состояния у меня есть свой собственный сольный концерт одного из даже с нуля но помимо этого как вы видите в заголовке этого видео это видео посвящено тому как развивать детей как развивать наше будущее поколение откуда я это знаю и в ходе этих выступлений оказалось что многие мои родители воруют упражнения которые мы делаем на занятиях и практикуют их со своими детьми вот вам конкретно показания одного подследственного к игра интересная как как говорит алексей называется мятная звезда но почему-то в нашей семье на прижилась как мятная луна ребенок просто в восторге ребенку 10 лет она прям хохочет а вот и оперативная съемка другой родительницы у которой четверо детей который нужно как-то их постоянно развлекать а теперь а теперь восторженного а теперь если ты и на допросах оказалось что многие упражнения которые мы делаем достаточно просты и чтобы практиковать их с детьми от 10 до 18 лет именно это заставило меня задуматься о том чтобы создать отдельный продукт для вас родители подростков продукт который очень эффективен можете посмотреть его вот здесь продукт который постоянно подтверждает свою эффективность потому что упражнения которые можно в нем делать не только развивает интеллект вашего ребенка не только развивает его эмоциональный интеллект способность распознавать что чувствуют другие люди эмпатию умение общаться умение пошутить умение быть разным гибким интересным но они позволяют вас разгрузить родители потому что большинство этих игр можно играть в дороге когда детям скучно если у вас несколько детей то они могут играть в эту игру друг с другом если один ребенок то игры которым понравится больше всего он захочет практиковать самостоятельно но что самое ценное что форме игры мы на самом деле тренируем то что в будущем придется этому человеку делать постоянно одну из игр мы рассмотрим с вами в следующем видео поэтому подпишитесь на этот канал прямо сейчас в результате оказалось что дети не только улучшили свои отношения с родителями но и между собой например по одной из семьи упражнения которые разработал практиковала только младшая дочка которой были проблемы в общении со старшей дочкой то считала недостаточно крутой видишь ли и уже после первого месяца упражнений она рассказала своей маме что ей удалось пошутить с друзьями старшей сестры и это подняло ее статус в глазах ее старшие сестры улучшил их отношения поэтому каждый интерпретирует это для себя конечно я не предлагаю вам панацею который решит все ваши проблемы но это точно очень полезные упражнения которые развивают эмоциональный интеллект и готовят ребенка к тому что люди вокруг испытывают разные эмоции и нужно распознавать интонации иногда одна и та же фраза он уж нам ли с вами работавшим в офисе людям не знать одна и та же фраза сразу сказано с разной интонации может иметь абсолютно полярные значения поэтому я призываю вас дорогие родители не пускать воспитание своих детей на самотек а заниматься их развитием помогаете им развивать те навыки которые пригодятся на протяжении всей жизни потому что какой бы профессии они не обладали им придется проходить собеседование им придется нравиться другим людям будь они начальники которому волей-неволей приходится нравиться своим подчиненным будь они подчиненные которым приходится нравиться начальником на старте своей карьеры чтобы получать повышение поэтому прямо сейчас я призываю вас пройти по ссылку под этим видео и запустить обучение своего ребенка скачайте вот этот классный буклет он яркий как вы видите я вложился в то чтобы найти классных художников и нарисовать классные картинки, дать прикольное задание. И создать буклет, который поможет вам, будь то вы на iPad, быстро придумывать игру. Там 10 упражнений с различными уровнями сложности. Если вашему ребенку 10 лет, хотя я и встречал 10-летних детей, которые способны выполнять все три уровня сложности. И даже если вашему ребенку 18 лет, эти игры никогда не устаревают. Но вспомните, мы до 25 лет играли в крокодила. Это что-то похожее, только чуть более сфокусированное на развитии эмоционального интеллекта детей. Прямо сейчас переходите по ссылке, скачивайте этот буклет. Для особо хипстерских родителей назовем его по-модному. Скачивайте этот гайд и сделайте инвестицию в будущее своего ребенка, чтобы он принес вам стакан не воды, а кока-колы в вашей старости. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. А теперь время поставить лайк этому видео и закрыть телефон или ноутбук, на котором вы это смотрите, чтобы уделить внимание своему ребенку. Ну, посмотрите на него, чем он сейчас занимается. Не пора ли заняться его развитием? Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»!